Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами я, священник Антоний Афанасьев, настоятель храма Великомученицы Варвары города Пскова, и сегодня в эфире радио ПЛН-ФМ программа «Пастырь». Это просветительский проект, в рамках которого представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций. И сегодня мы с вами поговорим о том, что такое храм и для чего в него ходят верующие люди. Храм — это, прежде всего, слово церковнославянское, переводится на русский язык как «дом», или по-гречески храм называется «наос». И храмы еще называют церквями, но изначально церковь, по-гречески «экклесия», это было название людей, входящих в ту или иную христианскую общину. И, бывая в храме нечасто, некоторые из нас, может быть, смущаются, иногда даже боятся зайти в храм, переживая, что, может быть, что-то не так сделают, не так перекрестятся, не туда поставят свечу. Но мы постараемся сегодня развеять эти заблуждения. И вот храм, любой храм, он всегда посвящен какому-либо святому, либо какому-нибудь церковному событию из жизни православной христианской церкви. И в нашем городе, в котором имеется несколько десятков разных храмов, многие из них древние, посвящены разным святым, и имеют различную архитектуру, очень богатую историю и историческую ценность, и заслуживают того, чтобы каждый из нас нашел время и пришел, познакомился с той историей, которую несут в себе стены храма. Но вот попадая в храм, мы оказываемся, если стоим перед храмом, встаем на церковное крыльцо, то оказываемся на паперте, перед дверью, перед украшенным тем или иным образом входом, который называется портал, и, проходя через него, оказываемся в помещении притвора храма, или в атриуме. Раньше в притворах храма молились определенные, определенных и тип людей, да, может быть, это были оглашенные, то есть люди еще не крещеные, а лишь изучающие основы христианского вероучения, или это были кающиеся грешники. В притворе также может располагаться церковная лавка, или даже церковная трапеза может проходить, или собрания верующих людей вне богослужебные. И далее из притвора человек попадает в основную, центральную часть храма, которая называется по-разному, или наос, или четверик. И здесь обычно стоят верующие люди, мы видим здесь множество икон, и перед иконами стоят подсвечники, на которых теплятся свечи. И далее следующее помещение храма отделяется перегородкой, в которую встроены иконы. Она называется еще иконостасом. А вот за иконостасом находится помещение, в котором могут молиться и только священнослужители, собственно, совершающие богослужения, а обычные миряне туда права входить не имеют. И говоря о молитве в храме, когда мы туда приходим, иной раз хочется поставить свечу, и человек не знает, куда поставить лучше, о здравии или за упокой. Вот каких-то предрассудков в православии нет. Куда бы вы ни поставили свечу и о ком бы ни помолились, ваша молитва будет услышана Богом. Но есть такая традиция, когда за упокой людей, которые уже отошли в Царствие Небесное, молятся и ставят свечи на специальный подсвечник, на тетропод или канун, как он называется. Перед ним обычно стоит распятие. А о здравии можно поставить свечу на любой другой подсвечник, стоящий у тех или иных икон. И то, какую свечу мы ставим, совершая молитву, не имеет значения ее размер или количество свечей. Главное, чтобы с этой жертвой, приносимой Богу, с этой свечой, была соединена наша искренняя и теплая горячая молитва. Далее в храме могут верующие люди подавать свои записки. Также разные типы молитвословий совершаются. Бывают молимся о больных, о путешествующих или приступающих к какому-либо важному делу. И все эти просьбы о молитве можно подать в церковные лавки. И также следует пару слов сказать о форме одежды, которую мы обычно употребляем для посещения храмов. В основном нужно сказать, что эта одежда должна быть торжественной, и соответствующей важности момента посещения храма. И мы знаем, что у нас в России с самых древних времен люди брали самую лучшую, самую красивую одежду для того, чтобы пойти и помолиться. Но при этом, если человек после работы проходя мимо храма почувствовал в себе желание зайти и помолиться, но одет, как ему кажется, не самым соответствующим образом, это не является препятствием к тому, чтобы войти в храм и воздать Господу свои молитвы о чем-то попросить или поблагодарить Бога. Есть какие-то местные традиции в разных церквах. У нас, например, женщины надевают платок в храм, поэтому лучше, наверное, будет, если мы таким образом войдем в храм. Если платка нет или какая-то другая одежда, повторюсь, это не является препятствием к посещению храма. Также верующие следует отметить, ходят в храм обычно по воскресным дням или по праздникам, но во храм прийти можно и в любой день. Иной раз бывает необходимо поговорить со священником. В больших храмах как правило присутствует дежурный священник. Про наш город можно сказать, что в Троицком соборе или в храме Александра Невского или Василия Нагорки вы, скорее всего, найдете в любой момент дня священника, с которым можно что-то обсудить и посоветоваться. И храм это прежде всего дом, в который Господь призывает всех верующих или только стоящих на перепути, чтобы принять призыв Господа и пойти следовать за ним. Поэтому не будем пренебрегать посещением храма, а всегда приходить, приобщаться тем святыням, которые предлагает нам церковь, приступать к таинствам церкви и стяжать благодать Духа Святого, для того, чтобы в конечном итоге обрести единство с Богом, святость и войти в Царствие Небесное, как учит Святая Церковь. Вот об этом мы бы поговорили сегодня. С вами был священник Антоний Афанасьев, настоятель храма, великомученицы Варвары города Пскова. До новых встреч!